Ребята, всем доброе утро! Я сейчас буду завтракать. Сегодня на завтрак у меня рисовые хлопья и шоколадные хлопья. Сейчас я буду краситься и хочу провести это утро вместе с вами, так что не переключайтесь. Обычно по утрам я всегда крашусь в зале перед телевизором, включаю что-нибудь интересненькое. И сейчас сегодня, сегодняшний день не исключение. Хочу вам сегодня показать, какими продуктами я сегодня буду делать макияж. Это будет палетка Слик, номерочек у нее 141. Я всего лишь один оттеночек буду здесь использовать. Мне нравится, здесь есть один матовый цвет, вот этот вот. Он такой розоватый, фиолетовый. В общем, очень красиво на глазах смотреть, поэтому в сегодняшнем макияже хочу его использовать. Также основную роль, как я уже говорила, в своих фаворитах будет играть палетка Флор Мар, П045. И недавно достала со своего столика вот эту путру от Макс Фактор. На самом деле она темная и для моего лица она слишком темная, не подошла на мне по тону. Но я нашла для нее другое применение. Сейчас она играет роль бронзера. Она просто как бронзер для моей кожи идеально подходит. В общем, чтобы не валялась, не занимала места, я все-таки решила ее попробовать в других целях. Обязательно я наношу увлажняющий крем. Моя любимая палетка Lancome. Здесь у меня румяна. Такие вот красивые тоже уже заканчиваются. Видите, бронзер у меня здесь закончился, поэтому перешла на другой. И вот такие вот румяшки. Сегодня я буду использовать тональную основу, потому что сегодня у меня день съемок. И буду использовать жидкую пудру от L'Oréal. Она имеет матовый финиш. Немножко подсушивает кожу, но когда я ее использую, побольше наношу увлажняющего крема. Моя любимая тушь и подводка. И карандашик для бровей. В принципе, это все вы уже видели и знаете. Так что я, пожалуй, приступлю к макияжу. Ну что, ребят, я уже собрана. Как видите, макияжик удался. Я очень рада тому, что у меня все получилось сегодня без всяких казусов. Потому что иногда все-таки бывает, когда делаешь макияж, то растушевала не так, то стрелка не туда пошла, то еще что-нибудь. В общем, сегодня у меня удачный день. И дальше я хочу вам показать свою новую сумку. Мне эту сумку подарили. Вот так она выглядит. Она очень яркая. И я думаю, вот сейчас в весеннюю погоду она просто отлично подходит. Бренд этой сумки Дезигуаль. Это испанская марка. И на самом деле я вообще ее не люблю. У меня, я когда захожу в этот магазин, я понимаю, что там настолько все странные вещи. И единственное, что мне там нравится, это одна черная сумка кожаная. И все. Сколько раз я не пыталась себя. Ладно, Кать, давай сегодня посмотрим. Может, все-таки тебе что-то понравится. Ну, так как сумку мне эту подарили, как говорится, Дали на мукольных зубы не смотрят. А я приняла, конечно, этот подарок. И я им пользуюсь. И вот сегодня я решила вам показать. Потому что, возможно, есть люди, которым нравится Дезигуаль. Сразу хочу сказать про минус этой сумки. Она как мешок. И она состоит из двух частей. То есть она вот так вот раскрывается. И это не очень удобно. Вещи постоянно вот так вот переворачиваются. У меня учебники. Мне бы хотелось, чтобы они стояли. Они, получается, лежат. Их неудобно доставать. В общем, такая не очень комфортная сумка. Но, как говорится, старая мне уже надоела. Поэтому я смиряюсь с тем, что имею. Сейчас хочу вам показать ее поближе. И показать вообще, как она работает. Но вообще, на самом деле, сшили ее вообще непонятно. Мне кажется, это вообще неудобно. Потому что, допустим, если мне нужно открыть замочек, чтобы попасть внутрь, нужно убрать вот этот язычок. Но если ты этот язычок убираешь и, допустим, отпускаешь одну лямку, то сумка превращается в вот такой вот. И на весу, когда тебе быстренько нужно что-то там достать, это все вот так вот раскрывается. И неудобно. То есть нужно приспособиться к этой сумке. Ладно, что-то я слишком много разговариваю. Давайте я вам ее покажу поближе. Я снимаю видео. И здесь наблюдает за моими действиями моя пумочка-пума. Ку-ку. С лицевой стороны идут пуговки. Она сшита как бы из разных тканей, разных текстур. Здесь по бокам идут кармашки. Они достаточно глубокие. Что с одной, что с другой стороны. Следующая сторона, она менее как-то украшена. То есть просто здесь кожаные вставки. Опять же таки, разная ткань. Вышивка. И ручки. Таким вот образом она выглядит. Здесь открываем язычок. Сумка раскрывается. И получается вот такой вот блинчик. Здесь идет маленький кармашек. В него я ничего не кладу, потому что постоянно отсюда все вываливается. Здесь кармашек удобный. Здесь у меня ключи. Мой проездной билет. Масло для губ. В общем, все самое необходимое, что под рукой. И в основной части, вот что еще мне не понравилось, смотрите, чтобы открыть замок, идет вот ручка. Я бы сделала замок на эту сторону. Получается, чтобы открыть сумку, нужно убирать так вот ручку. Открывать. Ну и тут огромное пространство идет. Она довольно вместительная. Я вообще не жалуюсь, но вот не очень удобно, если честно. В общем, как-то так получается, что я рассказываю о неминус этой сумке. Ну, ничего. Ладно. И то же самое с другой стороны. Тут тоже она так же открывается. И здесь тоже самое. И тоже идет стандартный кармачек на замке. И все. Вот такая вот сумка. Ну и, в принципе, на сегодня это все. Я надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, понравилась ли вам сумка или нет. Какие сумки вы предпочитаете. Также не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok